Мир вам, дорогая церковь! Начиная утреннее собрание, хочу прочитать Псалом, номер 114, Псалом Давида. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Схоронит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, да благословляет всякая плоть, святое имя Его, вовеки и веки. Мы сегодня собрались, чтобы благословлять святое имя Господа. Помолимся. Благодарим Тебя, наш великий Бог, Творец неба и земли, что Ты дал нам жизнь на этой земле. Ты дал нам тихую и спокойную ночь, и сегодняшнее утро мы желаем провести в общении с Тобой и друг с другом. И поэтому благодарим Тебя за то, что Ты даешь эту замечательную возможность сегодня прославлять, возвеличивать, восхвалять имя Твое Святое. Потому что в Твоем имени наша жизнь, наше упование, наша надежда. Потому что без Тебя мы не можем делать ничего абсолютно. Поэтому нуждаемся всегда в Твоем присутствии, в милости Твоей и благодати. Просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас ради Иисуса Христа, Спасителя нашего. Сегодня прославляя имя Твое Святое, благослови проповедующих братьев, поющие сердца, благослови также и наши молитвы. Зажигай их в последнее время, чтобы мы не спали, не дремали, но чтобы сердца наши были благодарны Тебе за всякую милость, за спасение в Иисусе Христе, за кровь, пролитую Господом Иисусом Христом. Благослови каждую душу, которая сегодня в Доме Твоем, и малых детей, и пожилых старцев, будь милостив, прибыть с нами Духом Святым, ободряй и утешай. Кто пришел сегодня с большими переживаниями, дай Твой бальзам утешения. Кто сегодня радостен, пусть поет псалмы. Кто переживает, пусть молится. Господи, да будет все во всем Твоя святая воля. Молим Тебя за тех, которые поехали по селам Приазовья. Храни, Господь, в руке своей. Храни от всякого рода зла, от поражений. Молим Тебя, чтобы Царство Божие разрасталось. Чтобы оно прежде всего занимало сердца тех, которые сегодня воюют. Чтобы они остановились на этих путях. Чтобы рассмотрели, расспросили, где путь древний, путь к Тебе. И направили свои сердца к Тебе. Благослови миром нашу страну и наш город. Тебе единому да будет слава и честь и ныне, и во веки веков. Аминь. Мы будем петь песни. В ранние утренние часы, вечерние тиши. Перед Господом я на коленях. И он слышит войну, с окруженной души. Посылает неблага Словения. С Ним я рада встаю, с Ним я честно кружусь. С Ним все трудности в жизни осилю. Его имя нашу, как святынье хвалюсь. И в нем черпаю подраст и силу. И когда в час ночной я иду на покой, И о Нем тишине размышляю. Говорил Бог со мной о странении земной, И я голос Его разрешаю. Что по громким тиши, он услышит, поймет, И святое у счастья примет. Он по просьбе моей бурю в море уймет. И по вере моей горы свинет. Он по вере моей бурю в море уймет. И вечерней тиши перед Господом я на коленях. И когда на земле не останет защит, И вечерней тиши перед Господом я на коленях. И я хочу этот мир для молитвы сберечь, Чтоб она, как свеча, благодая. А цари во мне бурю, Счастью радостных встреч, С островыми в обительах ра. Спаситель мысли о тебе дают сердцам покой. Божествами, просьба сердцам и быть всегда здоровым. Твое святое имя нам приятней и славней. Божествами, просьба сердцам и быть всегда здоровым. 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 Дорогие братья и сестры, всех приветствую. Я рад сегодня видеть народ Божий, и что Господь и мне дал желание и вам всем прийти вот на это доброе святое место. Мне бы сегодня хотелось порассуждать по силой и по возможности, каковы наши желания. У всех было желание сегодня прийти в Дом Божий. И это доброе, хорошее желание. Но желания бывают, они разные. Есть в добром направлении, есть, возможно, в плохом направлении. Вот. Но сегодня Господь рад, что мы имеем это доброе желание. И пусть же наше желание, оно будет пропитано Духом Святым. Потому что, когда у нас есть желание, значит, есть какое-то продвижение, продвижение вперед. И мы также обратимся к Слову Божьему, которое нам напоминает, все-таки каково должно быть у нас желание. И мы видим, что в жизни человека есть много желаний. Но те желания, которые когда-то были в человеке, мы видим, они были нарушены прародителями. И мы видим, что Господь, придя на эту землю, и все-таки каково же было желание у нашего Господа к нам, по отношению к человеку, к моему и к твоему сердцу. И когда мы читаем Иоанна 3 глава, 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Енородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Мы видим, какое было благородное и доброе желание у нашего Господа, чтобы никто не погиб, но чтобы каждый мог иметь жизнь вечную и жизнь с избытком. И мы видим, что где можем найти этот избыток? Снова и снова у этого дивного источника воды живой, у нашего Господа и Иисуса Христа. И слава Богу, что сегодня также и мы поимели это желание подойти к этому источнику, и мы должны еще ниже-ниже с умилением склоняться и пить этой живительной воды нашего Господа и Иисуса Христа. И все-таки мы, когда вспоминаем царя Давида, то какое было у Давида желание в свое время? Мы когда читаем Псалом 26, то здесь 4 стих нам повествует. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Смотрите, какое желание было благородное у Давида – пребывать в доме Господнем. Почему пребывать в доме Господнем? Когда ниже мы читаем вот 5 стих. «Ибо Он укрыл бы меня в скинье своих день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте, селение своего вознес бы меня на скалу». И слава Богу, что сегодня мы имеем это дивное, чудное уберище, как бы именно вот эту крышу над головой нашего Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем также 15-й Псалом, то здесь также мы видим, что Давид говорит, и какое было у его желание. Когда мы читаем 2 стих и 3-й Псалом 15-й, «Я сказал Господу, Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны». Он был богатый, он был царем. Но пройдя путь испытания в радостях и в трудностях, он понял, что Господу благо это не нужны. Они как приходят, так и уходят. И 3-й нам дает ответ к святым, «Который на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Дорогие братья и сестры, какое было хорошее благородное желание у Давида к дивным, то есть к братьям и сестрам. И поэтому сегодня также вы являетесь именно теми светильниками, дивными, прекрасными и хорошими. И также Господь желает именно еще более и более зажечь наши светильники. И когда мы также дальше читаем, то здесь также вот нам, когда вот Давид оступился, мы видим, в жизни своей, и он выражает свое желание. Какое же это было желание? Когда мы читаем 50-й Псалом, 12-й стих. Что же он говорит? «Сердце чистое сотвори во мне Божие, и дух правый обнови внутри меня». «И дух правый обнови внутри меня». Смотрите, он понимал, что из сердца исходят все источники и направления. И мы видим, что он был обеспокоен и говорит, «Сердце чистое сотвори во мне Божие, и дух правый обнови внутри меня». Не так ли и у нас должны быть такие желания, чтобы Господь также и в моем первом сердце мог вновь-вновь обновить именно этот дивный источник. И если нами одолевает грех, то что мы должны делать? Мы также должны в сокрушении склоняться, как Давид. Как Давид склонялся? И когда мы также где-то ступились, ослушались, то здесь также, когда мы читаем 1 Иоанна 1 глава 9 стих. Что же Господь и Слово Божие нам какой дает ответ? «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». «Если исповедуем, если говорим, Господи, Ты видишь мою несостоятельность, Ты видишь мое отступление, Ты видишь мой грех, Господи, помоги!» И Господь здесь же сразу помогает и отвечает, потому что мы от всей души, от всего сердца, от всего желания именно обращаемся к нашему Господу. И как мы можем все оценить наши желания? Снова и снова также при свете Слова Божьего должны оценить наши желания. А какое желание, мы вспомним, было у младшего брата, который, мы видим, оставил отцовский дом и ушел. Каково было у его желание? Дорогие друзья, возможно, и среди нас именно так же, которые оставили этот отцовский дом, ушли эту чужбину. И мы знаем, что только в отцовском доме та полнота, та тишина. И слава Богу, что также мы имеем и в нашей жизни вот эту полноту, имеем это питание, где мы можем также питаться три раза. Это есть милость Божья. Это также именно в нашей жизни должно быть желание с благодарным сердцем и еще и еще раз склониться к Господи. Я так благодарен Тебе, что я могу питаться три раза, как есть те места и те сердца, которые не имеют этого. И когда мы читаем также вот про сына младшего, то что же здесь 15 глава от Луки 17 стихи ниже? Что же, какое его желание возникло? Придя же в себя... Придя же в себя... Это есть уже начало. Это есть движение. Придя же в себя. Это есть размышление, дорогие братья и сестры. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточных хлебом, а я умираю от голода». И 18 стих. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против тебя и перед тобою». Смотрите. Здесь мы видим также сын признательности. Он обращается. И здесь также мы видим движение. Он говорит, что «Встану, пойду к отцу моему». И сегодня также и в нашей жизни в каждом в отдельности должно быть желание снова и снова именно обращаться к нашему Господу и признать свою вину, свою несостоятельность. И здесь он говорит, «Я согрешил против неба и перед тобою». То есть против тебя, Господи, Боже, я согрешил. И 19 стих. «И уже не достоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». И здесь также мы видим, он дает оценку себе, что «Я не достоин называться сыном Твоим, но, Господи, Ты прими меня». И 20 стих. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его». И здесь мы видим также любовь нашего Господа Иисуса Христа. Как он все это видит, наши желания видит. Давид говорит, что еще нет слова на языке Господи, а Ты уже знаешь его. Так и сегодня Господь видит, и Он спешит помочь каждому. Какова любовь нашего Господа Иисуса Христа. И в этой любви, дорогие друзья, должна быть наша состоятельность и состоят все наши желания. И дальше мы видим 22 стих. «А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте персть на руку его и обувь на ноги». У Господа есть то одеяние, те чудные чистые светлые одежды, которые дают возможность именно занять то место в народе Божьем, а также у престола нашего Господа Иисуса Христа. Мы также, когда вспомним ту древнюю историю царя Науходоносора, который сделал истукан, он был очень велик и в высоте, и в ширине. И чтобы его все видели, но мы видим вот желания юношей, Сидраха, Месаха, Авдинаго, которые не преклонились. И что же они сказали? Только поклоняться живому Богу в духе и истине. У них было такое желание поклоняться, и что поклоняться нашему Господу? Мы также сегодня будем поклоняться нашему Господу. Мы должны также склониться, и наше поклонение должно быть оно в духе и истине, как вот мы видим у этих трех юношей, которые остались верные именно своем желании. Мы также скажем, дай Боже каждому, и мне в том числе, и каждому, иметь вот такое совершенство, такое желание. И только немного по милости Божией напомнил о главном о том, чтобы сердце в совершенстве было Богу отдано. Но я думаю, что сегодня еще больше и больше дальше проповедующий и Дух Святой, и Слово Божие скажет нам именно о том, как мы должны служить и поклоняться нашему Господу. И вот мы видим, что апостол Павел, как бы подводя черту, и что же, когда мы читаем вот глава четвертая, где также апостол Павел напоминает, что же он нам напоминает. Четвертая глава, шестой стихи седьмой. «Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении». Смотрите, наша забота всегда в молитве. Значит, молитва – это тот рычаг, тот канал, через который также мы должны пропускать наши желания, как и вы они. «Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И сегодня также мы, когда будем склоняться, мы откроем и наше сердце, и наше желание. Да благословится Господь своим присутствием каждого в отдельности. И мы также в чистоте и прозрачном желании сердца склонимся и скажем «Господи, будь ты всегда нашим путеводителем! Аминь!» В небе не руби мы, в небе не руби мы, Славу Богу вас даю! ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 с Духом Божьим споры, и помни, будет вечность впереди. Всегда трудней творить для Бога славу, по плоти легче действовать в веках, но видит Бог с небес, больших и малых, и судьбы все в божественных руках. Ищи лишь Божье. В этом сущность веры. Тогда тебя менет греха беда, открой для Божьей воли сердца двери, чтоб стало Божьим все твое всегда. Аминь. Любите друг друга, люди. Любовь рождена от Бога. Пусть лютые дуют ветры, дожди ледяные льют. Любите друг друга, люди. Любви не бывает много. В ней чистая кровь завета и вечный Христа приют. Любите друг друга, люди. Любите друг друга крепко. Ведь столько разбитых судеб влачится путем земным. Любите друг друга, люди. Дарите всем счастья, света. Забудьте себя. Забудьте. Дарите себя другим. Любите, когда испытания безжалостно бьют и душат. Когда сил нет подняться и сделать навстречу шаг. Любите сквозь все страдания. Спасайте заблудшие души. Учитесь Христу смиряться, чтоб стал безоружным враг. Любите на боль и на радость, на встречу и на разлуку, на миг мимолетный счастья, на жизни остаток весь. Сквозь горечь и через сладость, веселые дни и в скуку, тиши, в горячей страсти дарите благую весть. Любите, когда у края уже на исходе нервы. Тернисты порой дороги, резки, повороты судьбы. Но в том и любовь святая, что Он возлюбил нас первый. Сам первый омыл нам ноги и в небо вознес мольбы. Любите, всегда любите. Любовь рождена от Бога. Она побеждает злое. Она возрождает вновь. Дарите, всегда дарите. Любви не бывает много. И в мире, где столько горя, спасает одна любовь. Аминь. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Деяние апостолов, 9 глава, 36 стих. Тревожным эхом весь несется. Тавифа Господу ушла. Не встретит и не улыбнется. Не спросит больше, как дела. Рукою быстрою не будет рубашки шить, стежок к стежку. Сирот и вдов не приголубит. Ушла к Спасителю Христу. Но та любовь, что отдавала, в сердцах горела огоньком. Льют вдовы слез по ней немало, гонцов отправив за Петром. На что надеялись? Не знаю, чем Петто может им помочь. Наверное, чудо ожидали, молясь и плача в эту ночь. Быть может, трогали рубашки и платья гладили рукой. И шов напоминал им каждый о серне, близкой и родной. И Бог ответил на молитву. Свершил Он чудо из чудес. Воскресло, ожила Тавифа. И слез печалей больше нет. Что дальше было, Бог лишь знает. Скупы в Писании слова. Но верю я, что жизнь земная, усердной, дальше так же шла. Для вдов рубашки, платья шила. Их утешала, как могла. Добро и радость всем дарила. И светом Божиим была. Для нас простая жизнь Тавифы. Пример, как нужно с Богом жить. Как быть к Иисусу очень близко. И как она людей любить. На волю Божью отдаваться. Теплом кого-то согревать. Дел милосердия не чуждаться. Людей в их бедах утешать. О, верю я, что жизнь Тавифы была счастливой. Ведь не зря они священные страницы, с любовью нежной говорят. А мы другого счастья жаждем. Семью, детей, богатство, дом. К себе хотим любви, участия. И для своих у тех живем. Для нас жизнь скромная Тавифы. Пусть светит яркой звездой. И в книге жизни на странице запишут пусть и нас с тобой. Аминь. Пусть светит яркой. Пусть светит яркой. Счеты встречают, Господь, на странах. Пока не приходите в небо, Господи, Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите, сделайте что-нибудь хорошее Во имя, Господа, во имя, Руджа. Спешите, обогреть душу и ставшима, Так плагом лично жертву я с тобой. Памятные искры и сердца вашего Сношком руки, мочой, рукой огонь. Пока не приходите в небо, Господи, Спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите, сделайте что-нибудь хорошее Во имя, Господа, во имя, Руджа. Во имя, Господи, в небо, Льву, Сношком руки, во имя, Руджа. Пока не приходите из непогожих, Спешите, предпады вам нельзя. Спешите, сделай что-нибудь хорошие, Во имя Господа мои друзья. Светлышное участие бескорестное, По Богу душевной нетной теплоты. Ваша доброта, и ваша искренность, По Богу в ближнем счастье обрести. Пока не приходите из непогожих, Спешите, предпады вам нельзя. Спешите, сделай что-нибудь хорошее, Во имя Господа мои друзья. Когда мы делаем ближнему хорошее, Или как сестра говорила о любви, То уже Царство Божье, Которое внутри нас, Проявляется здесь на земле. Если мы к этому безразличны, Мы бездушный институт, Институция в общем, Мы хорошо знаем Слово Божье, Много об этом говорим, Но если не живем мы так, То это всего-навсего Головная вера, Которая является участью Пяти неразумных дел. Дорогие, я прочту несколько мест Священного Писания. Двадцать шестая глава Исаии, Четыре стиха. В тот день будет воспета песнь, Сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, Спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, Да войдет народ праведный, Хранящий истину. Твердого духом ты хранишь В совершенном мире. Ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, Ибо Господь Бог есть, Твердыня вечная. А вот 50-я глава, Последний или точнее Предпоследний стих, Десятый, там таковые слова. Кто из вас боится Господа, Слушается глаз раба его, Кто ходит во мраке без света, Да уповает на имя Господа, И да утверждается в Боге своем. Брат предначалом сказал о том, Из-за одного из псалмов, Что он поставил меня на скалу. По сути дела, вот все эти места Говорят о той твердости, Которую должен иметь христианин В жизни своей. И следуя этот вопрос, дорогие, Я пришел к такому выводу, Что вот быть твердым, Или удел человека быть твердым, Это как мир говорит, Что духовные банкроты, Заповеди блаженств, Они так называют нас, Чистые сердца, Милосердные и так далее, И там все перечисляют эти качества. И вот именно вот этих твердых духом Удел вот эти, на первый взгляд, Такие миру неприглядные качества. И те, которые вот герои веры, Мы читаем о героях веры, Они прежде чем проявлять в жизни своей Или исполнять волю Божию, Высказывали свое несовершенство, Немощь, Я косноязычен, Я самый малый вроде этом, И так далее. Одним словом, Они уничижают себя. И только тогда, дорогие братья и сестры, Бог говорит, вот я нашел, Того, кого я искал. И так и приход к Господу. Если человек мнит о себе, Что он что-то значит, Да? То, во всяком случае, Такой человек непригоден, Ни для Господа, Ни для Царства Небесного. Когда он говорит, Что я ничто, Я уже все исчерпал, Я прихожу к единственной надежде, Придя, не постыди меня. Вот тогда Бог являет свою силу и могущество. Я долго не буду останавливаться на этих героях веры, И на тех, которые именно наставляли их предшественники, О том, чтобы... Вот и Моисей сказал Иисусу на вину, И мы читаем Иисуса на первых главах, Что ты будь тверд и мужественен. Заключает словами тверд и очень мужественен. Вот эти два качества, они настолько необходимы, Дорогие братья и сестры, Как в физическом плане, так и в духовном. Если мы в одном чем-то сдадим, Мы одним словом подсечем свой вот именно корень веры. И для чего вот эта твердость, дорогие братья и сестры? Это не такой, не тот, которые говорят, Да он такой твердолобый, что до него не дойдешь. Не твердость ума, дорогие братья и сестры. Здесь в одном месте сказано, Что вот это звание и призвание, Которое мы, которому мы последовали, В этом мы должны быть твердые и непоколебимые, Недвоящиеся. И Иаков говорит, что всякий человек с двоящимися мыслями Не тверд во всех путях своих. И вот придя за Господом, о котором мы прочли, Что он твердыня вечная, Что он действительно камень краеугольный, Крепко утвержденный, испытанный, драгоценный. Именно Исаия там и отвечает, Именно утвержденный, крепко и драгоценный. Вот. И мы, дорогие братья и сестры, Должны вот именно быть такими. И Он желает нас вот видеть именно такими. Потому что без утверждения, дорогие, Мы колеблющиеся, увлекающиеся, Мы не имеем подлинной радости, Не имеем покоя. Одним словом, человек этот, Мятется, Мятущийся такой человек, Нестабильно идущий. Это очень важно, дорогие братья и сестры. И поэтому брат говорил о желаниях. Так вот, мне кажется, что вот, Последовав за Господом, Нам нужно иметь это желание. То, что узнать о Боге, о Вечности, Все это на своем месте мы узнаем. Но когда начинаем идти, Какова наша поступь? Насколько она тверда и основательна? Потому что, прежде всего, Прочтут ближние, домашние. Вот иногда бывает большая семья. А верующих нет, детей. Вы знаете, это не удивительно разве? Кто, как не родители, Должны показать пример твердого стояния в Боге? От этого у них найдутся и речи для своих детей. Потому что то, что для них дорого, В чем они вот именно что постигли, Они обязательно делятся со своими детьми. И не только с детьми, А с любым соприкоснувшимся человеком, Они обязательно хотят поделиться своим счастьем, Которое мы имеем. Как счастлив я, что я Христа имею. Мы поем такие псалмы. Вот. И много чего. Твердо я верю в мой Иисус, В нем я утешен, им веселюсь и так далее. Если мы твердо верим... Прочтите, вот этот псалом мне очень нравится. И там в каждом куплете что-то внесено такое, Что дает твердая вера. А твердая вера – это и есть победа, Которая даруется человеку Господом. Так вот, Моисей наставлял Иисуса Навина, А Давид наставлял Соломона. И говорит, опять-таки, Ты будь тверд и мужественен. Хотя ты сам по себе такой мягкий человек И склонный к сентиментальности, Но ты будь тверд и мужественен. Как это важно, дорогие братья и сестры, Как для Господа, На котором базируем мы свою веру. Вот. И если уже мы сказали о том, Что мы последовали за тобой, Господи, То мы не должны не смотреть ни на кого, Кто как идет. Ты смотри на себя, на свой путь, контролируй. И, как говорится, Старайтесь сохранять единство Духа В союзе мира и любви. Старайтесь сделать вам Ваше звание и призвание твердым. Старайтесь. С нашей стороны это крайне необходимо. И сами по себе мы этого не желаем. Мы довольны тем, что мы пришли в церковь, Имеем излюбленное место, Могу и подремать, но я член церкви. И поэтому, зачем мне там какое-то ищут вреждение, Я уже принят Господом. Вот. Но каков ты, дорогие братья и сестры, Вот каждый себя проверь. Пудлины ли мои уста открываются Для свидетельства своим детям, Невескам, особенно невескам. Я уже говорю, дети предшествующие Слышали все. А вот невескам. И какой мы имеем контакт с ними, Которые в другой культуре, И в своем, как говорится, Семейном таком обстоятельствах Воспитывались. Как мы вот именно поступаем? Нам нужна глубокая проверка В этом отношении. Ученые заключили, что Вот на какой земле живет человек, То вот эта земля как бы формирует самого живущего. Норманды, которые находились на скалистых утесах, У них такой жесткий, твердый такой характер. Китайцы на плывунах живут. У них и такой расплывчатый такой характер, Твер тоже своеобразно этой почве. На суглинках там свое воздействие. На песчаных тоже. И они так раскладывают все это, что удивляешься. Так вот, дорогие братья и сестры, В духовном плане мы уже не имеем то, Что имели ветхие и в чем наставляли. Мы такой псалом поем, Что не для расприли, Не для бит духовной силы Аарона Хочу для подвигов молить, Дай Боже мне в обильной мере вот эту веру, Которая бы в области духа прогрессировала, Чтобы мы действительно имели прежде всего Вот эту твердую веру непоколебимую, Ну, у нас представление о твердом человеке, Это человек с выпеченной грудью, У него стальной голос, У него там такие действия конкретные и решительные. Но здесь, дорогие братья и сестры, Когда мы прочитываем вот заповеди блаженств, То здесь совершенно противоположное, Совершенно противоположное. Блаженны кроткие, блаженны плачущие, Блаженны милостивые, Блаженны чистым сердцем, Блаженны, когда вас будет гнать, И не во что ставить, так и далее, и далее, и далее. И вот этот человек в очах Господа Является твердым. Вот мы базу, мы только, я только напомнил, Что я полагаю на Сионе вот такой камень. И если мы на этом камне базируем свою веру, То тогда мы будем жить под знаком Голгофы. Мы, как автор к евреям говорит, Что взирая на начальника и совершителя веры Господа Иисуса Христа, Ни на кого не смотрите. И не делайте никого авторитетом из людей. Потому что ты споткнешься, Как споткнется твой, За которым ты наблюдаешь. И это будет ущерб твоей веры. А мы имеем такой непререкаемый образ Христа, Который не подведет никогда. На ликвенце терновом Хочу душой взирать, Хочу делами, словом, Тебе лишь подражать. А еще лучше быть привитым к этому корню, К этой лозе, И иметь соответствующие плоды. Все это, дорогие братья и сестры, возможно, Если мы будем иметь желание И не будем довольствоваться тем, Что мы есть. Потому что это же и ущерб для нас, И мы в должной мере не переживем Вот именно красоту благодати Христом принесенной. И печаль для сердца Господа. Вот Он, Бог, крепкий. Крепость и твердость Это идентично, Но оно сопутствует друг другу. Так вот, хорошо иметь желание. Но как это желание притворить в жизнь? Значит, прежде всего, желание нашей воли. И неудовлетворенность самим собой. Никто тебе не скажет, что вот ты знаешь, брат, Вот то-то, то-то, то-то. Мы можем пошлить хорошее, А мы зачастую смотрим на негативы людей, За собой не смотрим. А как бы хорошо, чтобы каждый человек сказал, Да, я не таков, у меня нет должной радости, О которой Христос говорит, что я радость вам даю, И какую? Совершенную. А у меня этой радости нет. Я при виде всех обстоятельств и кошмара вокруг меня, Вот, которые я испытываю, Я не имею покоя, глубинного покоя. И Джон Весли однажды ехал с моравскими братьями на корабле, По определенному делу, К берегам Америки. И поднялся сильнейший шторм. И когда уже все выбежали, кто одевает жилеты, Кто одевает, берет шлюпки, Кто-то, ну, что вот-вот захлестнет это, Он обратил внимание на братьев этих моравских. Они как говорили спокойно, Так и продолжали говорить. До них не коснулась вот эта обстановка, Которая сейчас вокруг них. И он сам себя осудил в том, Что, да, действительно, Одно говорить, И многие каялись от его проповедей, А другое быть. Он весь был в ужасе, в страхе. У берегов Англии Разбился корабль. Ну, и одним словом, из всего состава Спасся один 16-летний юноша, Которого прибило к берегу. И он попал на утес, На ступень утеса. И пока не расцвело, Это было ночью, Он находился на этом утесе. И когда уже расцвело, Его сняли оттуда проезжавшие корабли. И спрашивают его, Как ты вынес? Говорит, вот такое время на холодном утесе. Наверное, дрожал? Он говорит, да. Скала дрожал, и притом сильно. Но удивительно то, что скала не дрожала. Дорогие, мы можем дрожать в жизни этой От того или иного. И многое чего нас приводит в ужас, смущение. Но если мы находимся на этой скале Христа, То мы не будем дрожать. Одним словом, вот то состояние скалы, Оно передастся нам. Сказали вот это о любви, дорогие братья и сестры. Действительно, любовь – это сущность христианства. И без любви христианство, как таковое, мертвое. Это уже не вера. Потому что вера действует любовью и ничем другим. Ни стажем, ничем. Сколько бы ты не проследовал за Господом, если ты не проявляешь вот это состояние любви к тому, Если ближнему любовью горишь, И с помощью идешь к страдающему брату, Ни из корысти, ни заплату, Когда бестрепетно о правде говоришь, Не мыслишь зла, врагу не дышишь местью, И не возносишься кличливо при толпе. Одним словом, если у тебя это есть, Ты бежишь и при том бескорыстно помогаешь. Вот. И радуешься тому, что у брата сестры Навернулись слезы от этого участия. Тебе больше еще захочется бежать и видеть эти слезы. Мы не видим зачастую этого. А как нам необходимо, дорогие братья и сестры? У нас один удел. Мы идем в вечные обители неба. И поэтому, вот здесь говорится, Кто слушает раба и повинуется заповедям его, Тот доутверждается в Боге. А перед этим, кто ходит во мраке без света, Тем более, который еще не знает прелесть общения с Господом, То выйди из этого состояния мрака и света. Приди к тому, который сказал «Я свет». И вот третью главу, когда мы читаем общезнакомую... Третья глава... К Ефесянам. Там таковы и слова. Слова, что... Первая глава... Точнее, первая глава... Третий стих Петра, прежде всего. Вот. «Посему, возлюбленный, припоясав чресло ума вашего, Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении...» Благодарю. «В явлении Господа Иисуса Христа». Коринфянам мы читаем 15, 57. Так. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу в Господе и нашем Иисусе Христе. Итак, братья мои...» Я хотел бы сказать и сестры. Вот. «Мои, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Вот когда мы преуспеваем в деле Господнем, дорогие братья и сестры, как об этом сказал, нужно иметь желание увидеть слезы, нужду и посодействовать, принять как бы на себя часть, хоть немножко стало легче ему. Вот. В этом самом, какое, большое или малое участие, но это любовь, проявление любви на деле. И это говорит о живой вере. И когда мы читаем 3, 16-19, «Да даст вам, он дает нам, по богатству славы, его крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постижь со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову». Значит, чтобы быть твердым и непоколюбимым, дорогие братья и сестры, мы вот именно и должны пройти вот эту цепочку становления. и к этому отнестись ненебрежно, но с участием сердца, так как у меня это не достает, и ты, Господи, был действительно тверд духом, и ты хотел быть, чтобы и я был тверд духом. Поэтому вот это укоренение и утверждение в любви мы должны по горизонтали это совершать. Ну и тогда мы в какой-то степени познаем превосходящее разумение любовь к Христову. «Постигнем, дорогие, хотя разумом мы не можем постичь это, а вот сердцем мы постигнем только тогда, когда будем вот проявлять старание и идти навстречу друг другу, пока не прекратились дни погожие мы поем. Спешите делать ближнему хорошее во имя Господа Иисуса Христа». Первое послание Коринфянам, там мы читаем о том, который и утвердит вас до конца. Первое Петра, мы недавно в церкви слышали это место, и оно мне всегда приятно. Первое Петра 5.10. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою, во Христе Иисусе, там говорится, Сам, по кратковременному страданию совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Вы слышите? Опять-таки Сам Бог участвует в этом, не без нашего старания. Мы должны предоставить Ему вот это действие благодати в сердце. «Господи, я хочу любить, любить огнем, я хочу, Господи, Тебя любить, а вот ближнего не любим. А Ты возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы себя любим». И сестричка сказала именно в стихотворении, что мы любим и желали бы, чтобы нас любили. А вот любим ли мы? Вот эта эгоистичность, она не делает нас полноценными христианами. Нет. Вот когда мы любим и в этом совершаем ежедневную, или по возможности практику, тогда мы уразумеем и любовь Христа, которая превыше нашего разумения. Слава нашему любящему Господу за это. Значит, здесь, говорится, сделает вас непоколебимыми. Непоколебимыми. Твердое такое и близкое отношение с Господом и любовь к ближнему, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И любящий родившего любит и рожденного от Него. Это такая формула. Если мы любим Господа, а ближнего недолюбливаем, сомнительно, что мы любим особо Господа. Так вот, когда Он делает это в нашей жизни и последовательно, а мы этому подчиняемся, мы меньше сидим дома, а наше беспокойное сердце будет идти по местам наших братьев и сестер, услышанные какое-то объявление или что, оно меня побудет на добрые свершения. Дорогие, это Бог делает, и Он совершает это последовательно, чтобы сделать нас непоколебимыми. Вы сами в этом поймите, что Вы утверждаетесь в Боге, Господи, что Я не сухая ветвь, Я какая-то веточка, которая приносит соответствующий плод по 15 Иоанна. Там сказано, что если не делают, то оно отсекает и бросает вон, и они сгорают. А нам нужно нести сок в себе, пусть никакой усик не помешает перехватить этот отросточек, чтобы он не погиб. И поэтому мы должны смотреть за своим строением, за своей веточкой и формировать соответственно. Так вот сделает непоколебимыми, дорогие братья и сестры, все это время, на все это время нужно. И я как-то в прошлый раз говорил о том, но не досказал одну мысль, что мы хотели бы быстро стать святыми. Это хорошее явление. Это только нужно приветствовать. И третью неделю мы всегда стараемся на это акцентировать внимание людей. А как сделать со святыми? И скоро ли это явление? Или это продолжительно? И вот Павел Бельхаймер, он и говорит, как могучему дубу нужно было вырасти за определенно долгое время, так и святой, дорогие братья и сестры, воспитываясь в Христовой школе, ему нужно время. Сидя на лавках, мы размышляем и каждый раз делаем выводы, размышляя, формируем себя, подчиняем этому. Слово оно проникает в нас до разделения души и духа, судит намерения, помышления сердечные. Все это совершается по Божьему промыслу. И как мы должны благодарить Господа за это даровое слово? В нем жизни полнота сокрыта, в нем святое богатство, благ Христа. Лику или страдаю, сомнения паду, все это слово ответит на каждый вопрос нашей жизни. И таким образом мы духовно растем. Не дай Бог, чтобы мы, сидя здесь 30-40 лет, остались духовными карликами. Так вот здесь, дорогие братья и сестры, говоря о царстве непоколебимом, мы читаем 12 глава 28 стих. Итак, мы, приемля царства непоколебимое, будем хранить благодать, благодать, которую угодно будем служить с благодарением и страхом. Служить Господу с благовением, страхом и с благовением. Значит, вот это наличие страха, дорогие братья и сестры, и 25 глава 15 стих, там именно говорится вот именно о том страхе, который мы должны иметь. И вот это царство непоколебимое, которое зиждется Господом здесь, на этой земле, в видимой номинальной церкви. Она формирует эти души, о котором будет в свое время сказано, взойди сюда, сын мой, дочь моя, взойди сюда, страх и трепет. И здесь, подэтаживая, казалось бы, не совсем приятное такое слово, там сказано, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Почему? Потому что, когда мы небрежны к самому себе, и мы действительно уподавливаемся соломе, не драгоценным камням, не золоту, серебру и прочее, а соломе, то солома, естественно, она не выдерживает огня. И она сгорает. Но там сказано, впрочем, сам спасется, как головня из огня. Не хотели бы, дорогие братья и сестры, мы таким образом быть спасены? Давайте, дорогие братья и сестры, проверим каждый самого себя. Пришествие Господне приближается, или же приближается наш уход с этой земли. Подобьем итог. Проверим себя, и при том совершенно, с пристрастием, вот, никого другого, а себя. И приготовимся к встретению нашего любящего Господа Иисуса Христа. Аминь. Песня. 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 Аллаху к нему служит, Но с нему не царствовать И на небе обитать. Слушайте, Иисус такова, Слушайте, Иисус такова, Слушайте, Иисус, нежный голос, Слушайте, Иисус, слушайте его. Если порой несушенье бескручен, Слушай Иисуса голос, Все у него Бог помочь всегда зовет, Только слушай его голос. Если вдруг ты будь порой, Слышь свою, как зло раскрой, Все Иисусу расскажи, Все у Бог Его скажи. Слушай, слушай, Иисус такова, Слушай, слушай, Иисус такова, Слушай его нежный голос, Слушай, слушай, слушай его. Как хорошо питаться насушным хлебом И аромат душистых трав дыхать, Лазурным любоваться небом И с вдохновением Библию читать. Как хорошо проснувшись рано утром, Услышат щебет птиц И трепетное пенье, О, как ты, Господи, создал Все так премудро Для нашей радости и вдохновения. Как хорошо втиши Творцу молиться, За все, за все его благодарить, Живительной воды Христа напиться, Для славы имени святого только жить. И сердце переполнено до края, С избытком радостный мой христианский путь. Спешу к другим, В грехах кто утопая, Не может с верой и мольбой На крест взглянуть. Их почва сердца каменистая такая, Не видит небо, погрузившись в суету, Рыхлют о почву, она черствая какая, А надо подвести их ко Христу, И вновь спешу к спасителю, к смольбою, О, Дух Святой, Господь, коснись души, Чтоб человек мог примириться здесь с тобою, Покаяться и вечно жить. Мой милый друг, ты ищешь славу, Власть, богатство, душа твоя устала, Ей нужен Бог. Все суета, сует сказал премудрый Соломон, Я только в Боге счастье испытала, Земных сокровищ всех дороже Он, Я прах земной, песчинка, Боже, знаю, От твоего могущества, величия нет границ, Ты дал мне дар к тебе взывать, Я взываю, питай насушным хлебом, Как питаешь птиц. Слава Господу. Братья и сестры, не устали еще? Слава Богу. Я как-то, может, только по себе наблюдаю, Что в воскресенье вечером у меня усталости больше, Чем в обычный рабочий день. Иногда, чтобы слушать Слово Божие, Тоже нужно концентрировать свое внимание. Я прочитаю место священного писания, Которое записано в послании, Первого послания Иоанна, Вторая глава, с 15 по 17 стих. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, Похоть очей и гордость житейская, Не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Это тема взаимоотношения церкви и этого мира, Затрагивается в этом прочитанном отрывке. Каждое третье воскресенье месяца Наша церковь уже несколько лет назначает пост, Пост на эту тему, Чтобы мир не проникал в церковь. И действительно, это очень непростые взаимоотношения церкви и мира. В разные периоды истории христианства Не всегда было правильное понимание, Какими должны быть, какими эти взаимоотношения. Было такое понимание некогда, Что церковь должна отдалиться от мира И использовать отшельничество. Было такое понимание, Что церковь должна управлять даже миром. И было и другое понимание, Что для того, чтобы лучше понести Евангелие, Церковь должна слиться с этим миром. Апостол Иоанн в 15 стихе, Самый ключевой главный стих в 15 стихе Не любите мира. Не любите. И в 16 стихе Главная такая мысль, я прочитал, Потому что в мире похоти. В мире много похотей. И ключевая главная мысль 17 стиха, Что этот мир скоротечен. Из этого мы можем понимать Духовную истину, Что мы не должны любить этого мира. Хотя сегодня звучал такой стих, Ибо так возлюбил Бог мир. Но эти два стиха, Они никак не вступают в противоречие, Потому что Бог возлюбил людей этого мира. И Он умер за грехи всего этого мира. Но Он никак не любит грехи этого мира. А именно здесь апостол Иоанн Применяет в слове мир Такое понимание, Как система человеческих ценностей, Сформированная без участия Бога, Потому что мир не познал Бога. И эта система... Один брат, прочитав стих, Не любите мира, Вышел из собрания, Так вот рукой повел и говорит, Вот я ненавижу вот это все, Вот я не люблю это все, Вот эти заводы, Вот этих домашних животных, Вот этих неверующих людей. Это неправильное понимание. Мы должны, и Бог, И мы верующие люди, Должны любить людей этого мира. Но не должны любить ценности этого мира. В 15 стихе, Также в конце 15 стиха Мы видим такие слова, И я продолжаю как бы размышлять Вот именно над этим стихом 15. Кто любит мир, В том нет любви очи. Слово Божье призывает нас Не любить ценности этого мира. Другие апостолы Тоже высказываются по этому поводу. Например, апостол Петр пишет, Не сообразуйтесь с веком сим. Апостол Иаков, Строгий пресвитер Иерусалимской церкви, Пишет, Дружба с миром Есть вражда против Бога. Потому что ценности этого мира, Они неприемлемы для нас, Детей Божьих, Потому что мы должны любить ценности Отца нашего, Отца нашего Бога. Первая заповедь гласит, Возлюби Господа Бога Всем сердцем, Всей душою И всем разумением, Своим и крепостью. И я также хотел бы напомнить Притчу о купце, Который нашед одну драгоценную жемчужину, Он продал все. И вот эта жемчужина, Это самая большая ценность для этого купца. Эта притча относится к притче о тайнах Царства Небесного. Если мы дети Божьи, Мы вышли из этого мира, Мы обратились к Богу, То ценности Божьи, Ценности Божьи для нас должны быть, Мы должны их любить. Мы должны твердость иметь, Как брат проповедовал передо мной, Чтобы их отстаивать И в них пребывать. Как понимать слова, Кто любит мир, В том нет любви в очи. На первый взгляд, Хочется понимать таким образом, Что тот, кто любит мир, Того не любит Бог. Ну вот просится такое как бы понимание, Но это неправильное понимание, Потому что здесь любовь очи. Кто из родителей не будет любить своих детей, Если они даже что-то делают не так. Для того, чтобы понять этот стих, Мне хочется такую параллель применить, Как родители, Ценности родительские, Вот они выращивают, Взращивают своего ребенка, Ребенок становится подростком, Они его старались, воспитывали, Наставляли, что есть зло, Что есть добро. И вот ребенок становится подростком, И сталкивается на улице, С уличной нехорошей компанией. И как-то вот эта компания, Начинает затягивать их ребенка, Который подросток, И сам еще увлекается. И как реагировать родителям на его поведение. Если этому ребенку понравится свобода этой компании, То со временем, Если он будет заглядывать, Желание заискивать, И желание понравиться членам этой компании, То он со временем будет пренебрегать родителями. Если свобода этой компании ему будет нравиться и увлекать, То со временем ценности родителей, Они будут отходить на задний план. Вот нечто подобное нужно понимать здесь, Потому что наше сердце, Оно настолько узкое, Оно не может любить ценности этого мира, И одновременно любить ценности отца. Потому что они прямо диаметрально противоположны. Я также прочитаю 16 стих. Ибо все, что в мире похоть плоти, Похоть отей и гордость житейская, Не есть от отца, Но от мира сего. Здесь говорится о том, Что в этом мире преизбыточествуют похоти. Ценности этого мира, Они оказываются сформированы На основании человеческих похотей. И похоть плоти, Похоть плоти, Это стремление, Стремление угодить плотским своим желаниям. Похоть плоти. Вот этот закон, Он царит в этом мире, Что ты имеешь право на удовольствие, Ты имеешь, Никто не имеет права тебя лишать этого удовольствия. И все твои желания должны исполняться. Вот это право на исполнение желаний, Оно настолько проникло в этот мир, Настолько формирует его, Что в некоторых странах даже легализована наркомания. Этим проникнута игровая индустрия, Этим проникнут интернет, Этим проникнута киноиндустрия, И даже законы принимаются на основании этого. В Великобритании сели И начали размышлять над созданием закона О взаимоотношении подростков в школе. Как нам относиться к взаимоотношениям подростков? Как позволять ли им Исполнять все свои желания в этих взаимоотношениях? И вот разные мнения были. Одни говорят, что Ну это же психологическая травма, Нужно воздержаться. Другие говорят, что Ну возможно ранняя беременность, Это тоже тяжелые проблемы. Но прозвучал самый веский голос. Не сказали, что Богу это противно, Самый веский голос им же приятно. Им же приятно. Как мы можем им это запретить? И вот это право на удовольствие, Оно правит в этом мире, И это есть похоть плоти. И это мы читаем конец 16 стиха. Это не есть от Отца. То же самое можно говорить и о похоти очей. Похоть очей – это направление глаз на что-то приятное, Чтобы получить внутреннее удовлетворение. И человеку хочется исполнить желание это, И он направляет глаза туда, куда не нужно. И здесь еще можно добавить, Что сюда можно отнести также Желание одеваться так, Чтобы привлекать глаза других. Это тоже похоть плоти. Используя эту человеческую слабость, В этом мире Самая большая грязь и грех Подаются очень красиво. Если христиане будут соизмерять Свою одежду, Свои вкусы, Своё поведение, Свои ценности, Вот с похотями этого мира, С этими ценностями этого мира, То мы не сможем тогда быть твердыми, Мы не сможем любить то, Что в чем нас Господь наставляет, И в чем Он хочет нас, Какими Он хочет нас видеть. И третий соблазн, С который здесь упоминается, Это гордость житейская. Гордость житейская не есть от Отца, Потому что это стремление К собственной значимости. Человек говорит приблизительно такие мысли, Я не хуже других, Я не намерен признавать свои ошибки, Пусть они считаются с моим характером, Я заслуживаю больше, Меня тронули, Они еще пожалеют. И вот эта гордость житейская, Она тоже правит этим миром, И для многих это смысл жизни, Собственная значимость. Я хотел бы вспомнить в Эдемском саду, Когда враг душ человеческих Подошел к Еве, То тоже напомнил ей о том, Что вы будете как боги, И напомнил о том, Что о собственной значимости, Чтобы ее возвысить. И вы знаете, Христиане, Вот эти вот похоти, Которые господствуют в этом мире, Они не от Отца. И христиане должны не любить их, Должны сторониться их, Должны бороться с ними. Также в Слове Божьем Есть такое понимание взаимоотношений По поводу наших похотей, Которые тоже преследуют верующих. Все бы было у нас хорошо, Все бы было хорошо, Если бы мы не... Вот эта плоть, Которая от Адама, Вот эта греховная плоть, Она не оставалась, И мы не освобождены от нее До конца нашей жизни. И то, в чем мир позволяет себе поступать, Оказывается, мы себе должны В этом отказывать И себе должны запрещать. Но оно живет в нашей плоти. Вот эти желания, Они пребывают в нас. Но Господь в Слове Своем, Он учит нас. Написано, Каждый искушается и обращается С собственной похотью. И также написано в Римлянах 13 глава, 14 стих. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, И попечение о плоти Не превращайте в похоти. Оказывается, у нас тоже есть плоть И есть попечение о плоти. Мы тоже имеем какие-то желания В том, чтобы подкреплять свою плоть. Мы имеем желание, Чтобы видеть что-то красивое, И нам это нравится. И это не является грехом. Но нужно понимать, Что как только это желание Будет реализовываться во всей полноте, Как только оно не будет ограничиваться Только в том месте, Насколько это необходимо нам, И будет дальше лукаво Искушать нас в этой плоти. Враг душ человеческий, Как начал искушение в Эдемском саду, С похоти плоти, похоти очей, И гордость житейская, Так и продолжает искушать, И будет еще искушать верующих людей. Слово Божье желает освободить нас от этого И научить своим ценностям. Если в этом мире гордость житейская, То Слово Божье говорит, Что Бог гордым противится, А смиренным дает благодать. Если в этом мире Ты должен быть выше других, То Слово Божье учит нас, И это ценности Отца, И мы должны прислушиваться к ним. Почитай один другого Высшим себя. Из любви жертвуйте собою Ради блага ближнего. И наша значимость, Все, что мы имеем доброго, Все, что мы сделали доброго в жизни, Это заслуга Иисуса Христа, И она сокрыта в Иисусе Христе. Итак, дорогие братья и сестры, Мы не должны любить этого мира, Мы должны любить свои ценности, Божьи ценности. Мы не должны попускать похоти, Но, как написано в Галатам, 5 глава, 16 стих, Поступайте по духу, И вы не будете исполнять Вожделений плоти. Или 5 глава, 24 стих, Но те, которые христовы, Распили плоть со страстями и похотями. Вот эта вот тема взаимоотношений Церкви и этого мира Очень сложная тема. Очень сложная, потому что, Как я в последнее время много общаюсь С братьями со всей Украины, Из других церквей, И евангельских христиан, баптистов, То я вижу, Я вижу, что во многих церквях Размываются границы Между ценностями Небесного Отца И этим миром. Меняется форма богослужений, Меняется внешний вид, Меняется поведение христиан. Например, в некоторых церквях Уже пастырь, пресвитер Не может заставить сестер Одевать косынки. Он говорит, я как, если начну требовать это строго, То, значит, я боюсь, Что они уйдут в другое место. Покупаются и применяется музыка, И покупаются новые музыкальные инструменты, И происходит обмерщвление церкви. И в этой борьбе духовной, Плоти и Духа, Ценностей мирских И ценностей Божьих Церковь начинает В последнее время проигрывать. Почему же мы должны держаться этих ценностей? Потому что это единственный правильный путь, Единственный правильный путь, Чтобы победить этот мир, Чтобы в этом мире оставаться светом и солью, Потому что мир не познал Бога, Мир ненавидит нас, И если мы даже будем по-мирски одеваться, Если мы будем по-мирски говорить, То мы для них не составим Какой-то альтернативной ценности. Мы подстроимся под них, И они, наоборот, посмеются над нами. Если соль потеряет силу, То чем сделаешь ее соленую? Дорогие братья и сестры, Это касается не только взаимоотношений Церкви и этого мира, Это касается каждого из нас, Каждого из нас лично. Вот я хотел бы еще прочитать 17 стих, В котором написано, «И мир проходит, и похоть его, А исполняющий волю Божию Пребывает вовек». Оказывается, и мир, и похоть – Это скоротечные и временные. Долго ли ели плод Адам с Евой, И вот уже шесть тысяч лет Происходит расплата за эту слабость, За этот грех. Грех он, похоть и грех, Они скоротечны, Но плодом этого могут быть И изломанные судьбы, И даже потеря вечности. И когда люди стареют, Те похоти, которые в молодости Одолевали их, Они уже не кажутся им заманчивыми. И мир проходит, Написано в 17 стихе, «Мир проходит мимо спасения, А исполняющий волю Божию Пребывает вовек». Тогда, когда мы послушны Богу, Когда наше свободное время, Когда мы ограничиваем Какие-то просмотры, И, как я сказал, Каждый увлекается и обращается С собственной похотью. «Ну вот я только пять минут Посмотрю новости, И смотришь уже 12 часов ночи. Ну вот я чуть-чуть, Я устал, я чуть-чуть поиграю. Это не грех, Я расслаблюсь душою». И смотришь два часа, три часа. И здесь, тогда, когда мы Не ограничиваем себя, Когда мы даем простор Своим внутренним похотям И тратим время не по воле Божьей, То это неправильно. Но исполняющий волю Божию Пребывает вовек. И действительно, очень трудно, Очень трудно Посвятить себя исполнению воли Божьей И в то же время Жить свободно, Жить, как живет этот мир. Очень трудно, потому что Если ты начинаешь неправильно Тратить это время, Если ты неправильно Начинаешь относиться к ценностям Отца, Которая есть любовь, смирение, Долготерпение, жертвенность, То со временем ты Сойдешь с правильного пути. Пусть Господь нам поможет, Дорогие братья и сестры, Не любить этот мир, Побеждать этот мир, Держаться на расстояниях От ценностей этого мира, Вразумлять себя, Чтобы не давать простор Своим похотям. Аминь. Будем петь в припеве «В белых одеждах ангелы встретят». Песня «В белых одеждах ангелы встретят» Я здесь, не в стране, С праздствуя в мире, На родину я свою спешу, Скоро расстанусь я с этим миром, Песня «В белых одеждах ангелы встретят». Песня «В белых одеждах ангелы встретят» 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 С одной пребудет мертвый друг. Белых одеждам, от белых встретят, Где вместе с ними пребудем мы. Обрежь сила Его Святою, Мы будем с нами Небесками. Милую беды пройдем и кроем, Унизу дом и Иерусалим. И поспою я нам без победы, И вечно буду с Отцом Твоим. Белых одеждам, от белых встретят, Где вместе с ними пребудем мы. Обрежь сила Его Святою, Мы будем с нами и петь с нами. Замечательное будущее для тех, Кто уповает на Господа, Чьё сердце свободно и готовы Стретиться с Богом. Если в нашем собрании есть те души, Которые не имеют этой уверенности, Пожалуйста, сегодня вы можете ее приобрести. Преклонившись перед Господом И совершив молитву покаяния, Признания многих своих несовершенств, Грехов, вы можете иметь прощение И жизнь вечную. И надеяться на встречу с Господом. Пожалуйста, дорогой друг. Душа дорогая. Наше вечернее собрание сегодня в 5 часов И ожидаются гости из Артемовска. Из Артемовска. Во вторник у нас будет служение в счет часов вечера. Это молитвенное собрание наше. Первая часть – это разбор Слова Божьего. Пожалуйста, готовьтесь к этому. И в дальнейшем наша совместная молитва. В субботу молодежное служение в 5 часов вечера. И в следующее воскресенье в 9 и в 5. Кроме того, еще будет служение Майбутне для детей. Для детей на площадке 238-й квартал. Оно в народе называют Пентагон. И на Курчатова. И на Курчатова. Называют ЦРУ. Написано так. Дорогая Церковь. Служение Майбутне с 26 по 29 августа будет проходить. Будут детские евангелиционные площадки на 238-м и на Курчатова. Просим молиться за молодежь, которая принимает в этом участие. А также просим молиться за родителей тех детей, чтобы они не препятствовали детям слушать о Боге. Также имеются пригласительные. Пригласительные вот. Будут лежать на передних стульях. Пожалуйста, можете взять. Служение Майбутне. Просьба поблагодарить Господа, что Он сохранил Вову в пути, чтобы сохранил в Донецке, чтобы сын благополучно вернулся в Мариуполь. Сестра Шура Романова. Просьба молиться за Арсения. Мальчик 9 лет. Это в той больнице, где сейчас находятся Женя Шевляков и мама Света. Мальчику 9 лет. Он лежит в больнице вместе с бабушкой Викторией. У него заболевание гидроцефалия. Молиться о его здоровье и о его будущем. Рома Савельев просит церковь помолиться за мой путь в Брянск, чтобы Господь хранил и оберегал в дороге. Вот такие молитвенные просьбы. Пожалуйста, у кого есть привидцы к церкви, передайте. В привиде сердечный привет из церкви города Адреса. Также одного брата Баса. Большой сердечный вам привет. Принимаю. Пожалуйста, еще. Вальдемар с Германии передавал сердечный привет вот тот из братьев, который формировал весь этот груз для нашей церкви. Также Андрей Приходько передавал сердечный привет церкви, который организовал тоже всю эту помощь для нашей церкви. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Принимаю. Принимаю. Пожалуйста, еще приветствие. У меня такая просьба к вам, братья и сестры. Вы запомнили все проповеди, да, о чем говорилось? Вот домой придите, соберитесь в круге. Ну, большой у вас круг семейный или маленький, не знаю. И вот рассуждайте на эти темы. О первой теме. Какая первая тема была? Желание. Вторая тема. Будь тверд. Будь тверд. Третья тема. Не любить, но любить, да? Не любить мир, но любить Господа. Вот эти темы, пожалуйста, дома рассуждайте об этом, чтобы Слово Божье, оно работало в нашем сердце и производило свою работу. За все приветствия сердечно благодарим. И от нашей церкви просим передавать сердечный привет. Закончим молитву. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам возможность быть в Твоей школе, учиться у Тебя. Твоим прекрасным желанием, которое Ты имеешь по отношению к каждому человеку, чтобы все спаслись. Твое желание, чтобы каждая душа, которую Ты сотворил, она могла подняться в небеса и быть с Тобою в прекраснейшем месте, где нет тревог, печали, болезни, смерти. Господи, благослови, чтобы эти желания у нас всегда были, чтобы мы были твердые духом, чтобы мы хранили заповеди Твои, чтобы уповали всегда на Тебя, Господь, и основывали веру свою на твердом камне Иисусе Христе. Благослови, чтобы ценности Твои мы любили, любили и воплощали, чтобы никогда не давали повода похоти, плоти и многому другому человеческому того, что мешает нам в жизни, но всегда провозглашали Твою божественную ценность нашей жизни среди других людей, чтобы любили Господь и всегда понимали, что Тот, Кто любит Тебя, чтобы мы всегда могли пребывать вечно и с Тобой, великим и сильным Богом. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил Володю и сохранил его в Донецке и благополучно вернул снова его в Мариуполь. Молим Тебя за мальчика Арсения, который находится в Запорожье, Ты благослови его, даруй Господь и дальше, милость Твою, исцеление и дальнейшее его будущее, чтобы было направлено к Тебе, чтобы и бабушка Виктория увидела Твои божьи благословения во внуке Своем и также могла посвятить свою жизнь Тебе. Продолжаем молиться за Женю, чтобы Ты восстановил его здоровье, святая Господь, дай помощь и поддержку. Молим Тебя, чтобы Ты благословил также и Рому Савельева, дай благополучную дорогу и безопасность в этой дороге и там, где он будет пребывать, чтобы всегда был среди народа Твоего. Мы молим Тебя за служение Майбутни, чтобы Ты дал милость, дал вдохновение, дал все необходимое, чтобы молодежь могла провести эти служения. Молим Тебя за детей, чтобы они приходили, собирались вместе, чтобы Слово Божие для этих неверующих детей, оно могло вселяться в их души. Расположи сердце родителей, чтобы они могли отпускать детей на эти площадки. Сохрани от всяких непредвиденных обстоятельств, от злых людей, которые желают попрепятствовать как-то. Будь милостив и благослови каждого из нас, и пусть благодать Господа нашего и Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общине Святого Духа всегда пребудут с нами. Аминь. С миром Божьим до вечера.